Всем привет, друзья! Как вы знаете, беззеркалки отличаются от зеркалок тем, что у беззеркалок нет блока зеркала и более короткий рабочий отрезок. Из-за этого на беззеркалках можно использовать буквально любую оптику от зеркалок через переходник. И мне стало интересно, а насколько же в реальности отличается опыт использования родных стекол без всяких переходников по сравнению с зеркальными объективами через переходник на одной и той же системе. По качеству картинки, по работе автофокуса и в целом по удобству, особенно в контексте того, что современные беззеркальные объективы обычно в два раза дороже, чем их зеркальные аналоги. Собрать нужные комплекты оптики удалось для беззеркальной системы Nikon Z. Тестировать будем на камере Z7 с разрешением 46 мегапикселей, чтобы точно увидеть разницу в качестве картинки между объективами. А чтобы было еще интересней, я добавил к фиксам с диафрагмой f1.8 еще и f1.4 зеркальные версии. Итак, первая тройка 35 мм фиксов это беззеркальный f1.8s, зеркальная f1.8g и f1.4g. 1.8s лишь немного длиннее 1.8g версии и чуть короче 1.4g. По диаметру 1.8 объективы практически идентичные, ожидаемо 1.4 версия сильно толще. Новый объектив на 70 грамм тяжелее своего зеркального собрата, но все же гораздо легче 1.4 версии. Все эти массогабритные показатели мало что значат, пока не наденешь на зеркальные версии переходник, в данном случае родной Nikon FTZ. С ним объективы становятся во-первых существенно длиннее, а во-вторых дополнительный вес в 130 грамм делает даже 1.8g версию существенно тяжелее S, а вес 1.4 объектива уже составляет внушительные 3 четверти килограмма. К тому же у переходника есть выпуклость снизу, из-за которой сетап буквально висит в воздухе, а с тяжелым 1.4g еще и клюет носом. Сказать, что это разительно ухудшает комфорт процесса фотографирования нет, а видеосъемки так и подавно, но помнить стоит. Теперь смотрим на фотографии. В этом сюжете обращаем внимание на две вещи, это детализация по центру и по краям кадра, а также на аберрации вокруг лампочек. Сравниваем все на диафрагме f1.8 и внезапно оказывается, что оба зеркальных объектива в чистую сливают новой S, при том, что в случае f1.4 версии, он еще и прикрыт на 2 трети стопа, что обычно дает улучшение детализации. По краям ситуация вообще плачевная. Я перепроверил, как с камерным JPEG, так и с RAW, ситуация одинаковая. Даже если на RAW применить профиль для конкретного объектива, это ничего не меняет, кроме коррекции винетирования. На диафрагме f2.8 картинка с зеркальных объективов становится значительно более детализированной, как по центру, так и по краям. В то же время Z объектив уже буквально показывает структуру пикселей на телевизоре. Настолько резкая картинка. Я не знаю, это проблема конкретных тестовых объективов или так и есть на самом деле, но я все тесты делал на штативе и с таймером. Так что проблем из-за того, что появилась какая-то шевеленка, из-за того, что я что-то дернул, такого не могло быть. Плюс не забываем, что у меня Nikon Z7 с 46-мегапиксельной матрицей, поэтому на 24-мегапиксельном сенсоре в Z5 и Z6 разница уже не будет столь существенная. Хроматические аберрации вокруг источников освещения – это частая проблема светосильных фикс-объективов. Здесь G-версии показывают примерно одинаковый их уровень, в то время как Z практически лишен этого оптического дефекта. Чтобы убрать аберрации на G-объективах, нужно прикрыться до f2.8 и проблема решена. В итоге получается, что оба G-объектива показывают оптически отличные результаты лишь с диафрагмы f2.8, в то время как Z-версия резкая уже прям с 1.8 и полностью рабочая. И это прям сильное отличие. Внезапно выяснилось, что у Z-версии как будто более широкий угол обзора в сравнении с зеркальными объективами. Это отчетливо видно между f1.8 версиями, когда объект в кадре одинакового размера, но перспектива немного отличается. При этом степень размытия заднего плана получается идентичная. Качество боке приблизительно одинаковое. Здесь уже играет роль вкусовщина. Глубина резкости у 1.4G почему-то даже на значении f1.8 меньше, чем у 1.8 версий, что вообще-то странно. А на значении 1.4 это и вовсе разная картинка, хотя на бумаге разница всего в 2.3 стопа. Из-за переходника могут возникать сложности с установкой на штативы, слайдеры, гимбалы и в клетки. Нельзя будет быстро поменять G-объектив на Z, так как он попросту будет упираться в штативную площадку. Далее я проверил, как будет работать автофокус при серийной фотосъемке с широкой зоной и определением лиц и глаз. Удивительно, но все три объектива очень хорошо справились с задачей, когда модель шла на меня, а также я двигался одновременно с моделью. f1.4 версии было лишь немногим сложнее из-за большей группы линз, которую нужно перемещать, но даже с ним брака по фокусу крайне мало. Другое дело резкость, но возможно таки есть проблемы с моим конкретным экземпляром. С автофокусом при съемке видео ситуация примерно такая же. Объективы отлично третчили лицо модели, которая приближается, фокус не прыгает, а просто плавно движется за целью, без рывков и каких-либо рысканий. Честно говоря, я не ожидал таких результатов от объективов через переходник. Но есть небольшой нюансик. У объективов серии G с призаписи на встроенный микрофон отчетливо слышны щелчки работы мотора фокусировки. А вот на Z версии полная тишина. В случае использования накамерного микрофона пушки или петлички этого конечно же слышно не будет, но помнить про такую особенность все-таки стоит. Следующая тройка объективов это 85 мм фиксы. Беззеркальная f1.8 Z и зеркальная f1.8 G и f1.4 G. Здесь ситуация практически идентичная. 1.8 G компактнее Z ровно до того момента, пока не наденешь переходник. С ним он и длиннее и немного тяжелее, а также неудобнее в использовании. f1.4 объектив так и вовсе становится ну просто монструозным. Чтобы не растягивать это сравнение, давайте сразу глянем реалтайм фотографии в серийке с автофокусом. Самое большое впечатление это то, что промахов по автофокусу вообще нет. Так как здесь более крупноплановая съемка, чем на 35 мм, видимо автофокусу легче определять и тречить лицо и глаза. Но на f1.4 версии получить хорошую детализацию на открытой диафрагме довольно сложно. Картинка мягкая. При видеосъемке ситуация точно такая же, фокус цепляется за лицо модели и не отпускает, даже когда на переднем плане проплывает столб или дерево. И кстати все снято с рук с включенной матричной стабилизацией. На фиксах оптической стабилизации нет и как по мне для 85 мм эффективность стаба просто космос. Ну и последняя на сегодня пара на этот раз это беззеркальный зум 2470 мм f2.8 Z и зеркальный 2470 f2.8 E VR. Есть у Nikon и более дешевый и компактный зеркальный объектив 2470 f2.8 G без стабилизации, но его у нас попросту не было на тесте. Но даже младшая версия длиннее и тяжелее на 100 грамм. Старшая так и вовсе выглядит как переросток и тяжелее уже почти на 300 грамм. А если на любой из зеркальных зумов надеть переходник, тогда вообще забейте. Это огромные, длинные, неудобные бандуры. У всех при зумировании выезжает хобот и в этом случае 2470 f2.8 E VR вообще больше смахивает по размерам на 70-200 f2.8. Опять же, для видеосъемки это малозначимо, как и для студийной фотосъемки. Но как только мы начинаем говорить про какие-либо перемещения, репортаж и тревел, то зеркальные объективы проигрывают просто с треском. Здесь различия с беззеркальной версией оказались гораздо более существенными, чем в случае с фиксами. С точки зрения детализации и автофокуса, как вы могли уже догадаться из предыдущих примеров, объективы очень близки. Каких-то особых проблем у какого-либо из двух я не заметил. При съемке видео фокус точно так же цепляется за модель, но качество стабилизации при одновременном движении оператора и модели у зеркального 2470 получше за счет наличия оптической стабилизации. Чтобы объективно оценить разницу в стоимости, давайте добавим все объективы в сравнение на Е-каталоге. Поначалу разница более чем в 300 долларов между G и Z версиями 35 мм f1.8 выглядит приговором для беззеркальной версии. Но затем вспоминаешь, нужен же еще переходник FTZ. Если покупать его отдельно, то можно найти где-то от 200 баксов, что практически нивелирует разницу. Но с некоторыми моделями Nikon он шел бесплатно, в комплекте, без всякой переплаты. И вот это уже действительно интересно. Если же покупать камеру сейчас, то за комплект с переходником придется выложить от 140 до 250 баксов, в зависимости от модели. Так что в некоторых случаях даже выгоднее купить его отдельно. Но это с одним объективом. Если же добавить сюда еще 85, которая более чем на 500 долларов дешевле S версии, тогда расходы на переходник, ну можно так сказать, делятся уже на 2. Если говорить про стандартный зум 24-70 f2.8, то здесь разница просто колоссальная. Около 1200 баксов в пользу зеркальной версии f2.8g. С 24-70 f2.8e VR разница сокращается до 500 долларов, что тоже очень много. Если посчитать, то выходит, что комплект из двух фиксов и зума от зеркалки обойдется ровно в 2000 долларов, плюс считаем 200 за переходник. В то время как беззеркальный аналог стоит почти вдвое дороже, 3900 долларов. Для сравнения, комплект из f1.4 фиксов и более дорогого 24-70 оценивается в 4400 баксов плюс 200 на переходник, что не существенно дороже, зато фиксы светосильнее, а зум с оптической стабилизацией в дополнение к матричной в камере. Что мы имеем в итоге? Если хочется максимально сэкономить, смело берем зеркальный объектив f1.8 через переходник. Получится достаточно компактно, очень дешево и картинка будет вполне ок. Минус все же вытянутая конструкция и переходник, который вносит некоторые неудобства в съемочный процесс. Если все же готовы переплатить за удобство без переходников, тогда объективы серии Z это отличный пример баланса веса и габаритов в сочетании с отличными оптическими качествами объектива даже на самой открытой диафрагме и при этом автофокус у вас будет бесшумный. Зеркальные объективы f1.4 через переходник для тех, кому вообще не важны вес, габариты и удобство использования, а важно максимальная светосила и гибкость в выборе степени размытия заднего плана, но при этом не хочется переплачивать за гораздо более дорогие беззеркальные версии f1.4. Я уже обо всем рассказал, а теперь вам придется выбрать из плюсов и минусов в каждом из вариантов, что для вас приемлемо, а с чем смириться вы не готовы. В целом эти выводы можно применить и на другие системы с выбором между родными стеклами и зеркальными через переходник. Если понравилось это видео или было хоть немного полезным, поставь палец вверх, поддержи наш канал, ну и если ты здесь впервые, обязательно подпишись. Всем пока!